Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите аналитическую программу «Время говорить». Сегодняшние темы связаны, как обычно, с рязанскими событиями, проблемами и вопросами нашей с вами жизни. Коротко о том, что мы намерены сегодня рассказать и показать. Гибнут люди и даже не за металл, а ни за что. Жара и некультурное купание уносит наших граждан из этой жизни. Так две или одна вокруг слияния рязанских школ могут начаться волнения, если власти откажут в подробных разъяснениях родителям учеников. Зачеркнутый флаг футболистка клуба «Рязань ВДВ» не поедет на игры чемпионата мира. Причины – ее политическая и личная позиция. А теперь обо всем подробнее. В эту субботу наши девчонки из футбольного клуба «Рязань ВДВ» принимали саранскую мордовочку. Не победили и даже, как говорится, в ничью не сгоняли. 2-3 не в нашу пользу. Но сейчас не о спортивной составляющей. На одной из трибун стадиона «Спартак», где играли команды, болельщики вывесили плакат «Лера, мы с тобой». Таким образом, тема военного противостояния в Украине проявилась и на рязанской спортивной арене. Дело в том, что одна из десантниц Валерия Алешичева перепостировала в «Контакте» баннер, где содержится изображение перечеркнутого украинского флага. Алешичева – уроженка Донецка, потому ее позицию можно понять. Юго-восток Украины – это громадная горячая точка. И с избранием нового украинского лидера военные действия не закончились, если не усилились. За такое проявление гражданской позиции Алешичева лишилась места в сборной Украины и не поедет на отборочные соревнования чемпионата мира 2015 года. Во всяком случае, пресс-секретарь Федерации футбола Украины заявил издание «Обозреватель». Это, правда, ее антигосударственная позиция – главная причина исключений сборной. Да, оскорбление национального флага, которым можно считать перепостиранную картинку – вещь серьезная. За ней, разумеется, последуют санкции. Но что сказать про обстрелы городов из тяжелой артиллерии, про гибель мирных жителей в городах Донбасса, про кровь и смерть, бомбежки и вообще все, что происходит на юго-востоке соседней страны. Так что понять эмоции спортсменки можно. И если она сделала выбор сознательно, то кто ее всерьез осудит? Сегодня специалист по связям с общественностью женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ» Михаил Солдатов в ответ на редакционный запрос сообщил, что никаких комментариев по поводу случившегося ни сама Валерия Алешичева, ни руководство клуба давать не будет. Ну, тоже понятные позиции. Спорт надо отделять от политики. А уж личный выбор, он и есть личный. Только уж, десантницы, не проигрывайте больше, ладно? Теперь о новых лицах в Рязанской номенклатуре. Региональное управление МЧС обрело нового начальника, бывший наш ИО спасателей. Сергей Самойленко назначен в Вологду, еще более бывший Олег Никифоров. Вообще давным-давно ушел в какой-то скандальный отпуск и вовсе пропал из виду. Теперь временно исполняющим обязанности начальника нашего управления назначен Сергей Филиппов. Есть данные, что ранее он занимал должность начальника Центра управления в кризисных ситуациях в Москве. Как говорится, тяжелые ему досталась доля. Погоды в наших краях стоят жаркие и сухие. Лесов много. Из пожаров 2010 года мы выходили с большим трудом. Было множество погорельцев, были погибшие. Поэтому сейчас положение дел в этом плане особо тревожное, если не особо опасное. Но не только огонь несет угрозу. Наш народ с прискорбной регулярностью и чистотой тонет в рязанских водоемах. С начала купального сезона, к сожалению, продолжаются случаи гибели людей на воде. По каждому такому факту следственными органами Следственного комитета России по Рязанской области проводятся доследственные проверки, в ходе которых следователи устанавливают причины и обстоятельства гибели. По результатам данных доследственных проверок принимаются процессуальные решения. По имеющейся информации, по предварительным данным, насильственного характера данные смерти не носят. Между тем, спасатели проводят рейды и профилактические мероприятия. По морям, по волнам, но за каждым не уследишь. Да и не в том задача МЧС. Сегодня Главное управление МЧС России по нашему региону распространило информацию, что на территории области наблюдается высочайший уровень пожароопасности. Поэтому МЧС напоминает о строгом и беспрекословном соблюдении правил безопасности. Костры, спички, окурки, поджигание травы и прочее запрещены железно и будут строго караться. Это и немалые штрафы, и даже реальные сроки. Если вы стали участником или свидетелем трагедии, напоминает МЧС, для вызова пожарных и спасателей, звоните по телефону 01. Мобильная связь 101. Единый номер вызова экстренных служб 112. Продолжаем программу. Ситуация с объединением. В следующем году 19 и 25 рязанских школ, по всей видимости, получат продолжение. Напомним, 5 июня на брифинге об этом сообщила замглавы городской администрации Лариса Крахалева. Сказано было приблизительно следующее. Школы находятся в шаговой доступности друг от друга, расположены на улице Островского. Процедура учеников не коснется, рабочие места всех учителей сохранятся, а их зарплата даже увеличится. Однако родители учеников 25-й не удовлетворились такой тишей догладью и создали инициативную группу для встречи с городским начальством. Во-первых, эта самая шаговая доступность является собой две школы, разделенные достаточно оживленной проезжей частью. Через нее, уверены родители, придется водить ребят на обеды. И с 25-й в 19-й это произойдет в случае заполнения 25-й школы новыми классами, соответственно, учениками. Столовые просто не прокачают возросшее количество ребят. Есть и другие требования родителей к администрации. О них сегодня по телефону нам рассказала представительница инициативной группы родителей 25-й школы. Та информация, которую нам предоставили, скажем так, только усилила объем вопросов, не дала никаких разъяснений, как что будет. Как вариант того, что уход от второй смены в школе номер 19, это как один из критериев объединения наших школ, он уже не прокатывает, потому что наша школа также будет учиться в две смены. Она не приспособлена для такого огромного количества детей. Мы хотим документального подтверждения всего того, что планируется нашей администрации. Ее нам не смогли предоставить. С питанием, опять же. То есть, как было сказано в информативном сообщении, что дети будут ходить питаться в 19-ю школу. То есть, это наши дети будут каждые два раза в день для того, чтобы питаться, перейти даже те самые, как они говорят, 200 метров через дорогу. Это ни один, ни два ребенка. Начальная школа. Про среднее и старшее звено я уже не говорю. Итак, родители настаивают на встрече с властью, причем в ближайшее время пройти по 25-й школе, все посмотреть и все объяснить, выработать документ, который отражал бы аспекты переходного периода. Вообще, российский народ не особо доверяет словам разного рода начальства, и у него, согласитесь, есть на то основания. Ну, а вот что сообщила по поводу слияния школ Лариса Крахалева в эфире нашей программы «Лицом к городу». Мы плавно, так скажем, проводим это слияние. Все дети, которые учились в 25-й школе, они продолжают учиться там, и они закончат свое образование в этой школе. С 1 сентября и с 19-й в 25-й переходит параллель первых и параллель третьих классов. Тем самым снимается двусменность в 19-й школе. Постепенно, каждый год параллели следующих первых классов, которые будут набираться, они будут набираться уже на базе 25-й. Постепенно в 25-й мы сконцентрируем начальное образование, может быть, 5-й или 6-й, допустим, еще классов, в зависимости от возможностей учебного заведения. И теперь насчет возможного давления на родителей со стороны руководства школ. Высокие чиновники все-таки прозвентные люди в общении с массами, а вот директора могут себе позволить и волюнтаристские методы, опасаются родители. Надеемся, таких фактов не будет, но уж если что, сообщай. Мы находимся на постоянной связи как с родителями, так и с городской администрацией. И о каждом непрезентабельном факте будем сообщать в открытую в эфире и доводить до сведений властей. Давайте говорить, а не ругаться. Диалог всегда эффективнее. К другим городским темам. В Рязани автоэвакуаторы отныне кружат по дорогам беспощадно, без перерыва и выходных. Так что нарушителей ждет неизбежная расправа в плане штрафов и всяких неприятных процедур вызволения железного коня. Наталья Новикова предупреждает. Эвакуация автомобилей с улиц Рязани при паркованных в нарушении правил остановки стоянки теперь производится круглосуточно и ежедневно. Если гражданин допустил стоянку своего автомобиля, например, на пешеходном переходе или ближе 5 метров перед ним, на остановке маршрутного транспорта или ближе 15 метров перед ним, или далее первого ряда, или в местах, где остановка, стоянка запрещена при условии создания помех, то при возвращении на место, где он оставил транспортное средство свое, он может не найти своего остального друга. Ну а для того, чтобы вновь стать счастливым обладателем своего четверохколесного друга, нужно позвонить дежурную часть УВД Рязанской области по телефону 02 или в дежурную часть ГИБДД Рязанской области, оплатить штраф, а также услуги по транспортировке транспортного средства в оба конца и услуги по его хранению. В общем, проще быть внимательнее и ответственнее оставлять свои автомобили только в предназначенных для этого местах. Очередной конкурс «Лидер доверия» 15-й по счету прошел по инициативе Рязанской единой городской ассоциации защиты прав потребителей «Человек». Это наши партнеры, эксперты и комментаторы, а потому поздравить их с почти юбилейным конкурсом поехала наша съемочная группа. Оказалось, что совсем не зря. Конкурс «Лидер доверия», проводимый Рязанской единой городской ассоциацией защиты прав потребителей «Человек», уже стал доброй традицией для предпринимательского сообщества. 15 лет независимые эксперты и простые потребители выбирают предприятия и фирмы, отвечающие высоким требованиям доверия горожан. Здесь представлены различные организации, как из сферы общественного питания, платного образования, производства, торговли, транспорта. Те, которые считают, что они могут достойно выступать и оказывать свои услуги и предоставлять товары. В этом нам помогали в тестировании студенты различных вузов, которые на протяжении многих лет сотрудничают с Ассоциацией защиты прав потребителей. И тесты показали, что планка потребительского доверия не падает. Многие из организаций, которые уже из года в год принимают участие в данном конкурсе, подтвердили свою высокую оценку со стороны общественных организаций потребителей. В нынешнем году диплом конкурса «Лидер доверия-2014» получил и коллектив нашей телекомпании. Телекомпания «Город». Телевизионная компания. Коллектив телекомпании «Город» и в дальнейшем будет стараться подтверждать высокую планку профессионализма и объективности в своей журналистской работе. Но главный критерий нашей работы – это, конечно, зрительская оценка. Так что будем стараться работать на пятерку. Кремлевские вечера проходят сейчас в Рязани. Москва и столичные бонзы здесь ни при чем. Зато, слава богу, много прекрасной симфонической музыки и прочих утонченных услаждений для слуха и глаза, ума и души. Да и Кремль самый что ни на есть наш – рязанский. В Рязани начались кремлевские вечера. Концерты уже традиционно проходят во дворце Олега. Фестиваль стартовал 6 июня на площади за Успенским собором. Под открытым небом, в этом году чистым и безоблачным, как никогда, собралось огромное количество зрителей. Вынесенные стулья, прекрасная погода, теплая праздничная атмосфера. И над всем этим классическая музыка. Фестиваль будет проходить несколько дней и завершится 12 июня большим праздничным концертом. Зрители увидят выступление Рязанского государственного академического русского народного хора, спектакль «Красный угол» молодежного театра «Предел», демонстрацию коллекциям рязанского народного костюма «Глебушкина», историческое дефиле традиционного народного костюма Рязанской области. А также смогут поучаствовать в народном плясе с участием школы танцев губернского бала. На сегодня все. А завтра будет день. Будет и новостейная пища. Нашу программу продолжает проект подробностей. В гостях у Олеси Харлиной заместитель начальника УФСИН России по нашей области Андриан Фролов. А речь пойдет о так называемых местах не столь отдаленных. И о том, как в них житье-бытие. Здесь уж, так сказать, лучше вы к нам. Всего доброго. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok